Всем привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 12 мая 2024 года. И сегодня посмотрите, куда привезла я вас опять. Красивейшее место в Центральной Англии, на юге Англии. Место называется Эксбери-Гарден, неподалеку от Саус-Хэмптона. И вот сегодня я приехала с моим другом. Мы будем гулять здесь целый день, снимать видео и фотографировать. Кое-что я приготовила, друзья, и для вас. Но сегодня я показываю вам только маленький отрывок, потому что сегодня я хочу показать вам садик моего друга, друзья. Я знаю, что вам интересно. Интересно будет посмотреть, как выглядят английские маленькие садики придомовые, кто ухаживает за этими садиками, как это всё происходит. Давайте, друзья, именно вот на примере одного сада английского джентльмена мы и посмотрим, и заставим своё впечатление. Ну, а полное видео Эксбери-Гарден, которое сейчас вы видите немного, я покажу вам позже. Его нужно ещё монтировать, озвучивать, придумывать музыку, ну, в общем, как-то сделать его более интересным для вас, чтобы вам было интересно смотреть. И тут, друзья, я хочу, вы знаете, что сказать? Вот мои дорогие подписчики, которых у меня сейчас на канале более 80 тысяч. И всем, конечно, кто подписался, моя огромная благодарность. Но что я вижу, дорогие друзья, что смотрят мои видео без подписки почти 40% моих зрителей. И вот хочется спросить, а что случилось, друзья, почему вы не хотите подписываться на канал? Если вам нравится смотреть эти видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, Сделайте доброе дело, порадуйте меня, и у меня будет стимул дальше продолжать и радовать вас своими видео. Ведь вы смотрите эти видео совершенно бесплатно. Поэтому, друзья, пожалуйста, подпишитесь и не забудьте поставить лайк. Мы идем на солнышке и завтракаем. Сначала мы сидели в консерваторе. Вот показываю вам чудное консерваторе. Но видите, здесь открыты все двери на улицу в сад. Вот мы здесь завтракали. Завтрак такой у нас скромненький был. Кофе, тосты, мармелад, сыр, масло. Ну, вот так. Вот. И затем... Мой милый пошел там смотреть новости. А я вышла сюда и еще продолжила свое кофепитие. Показываю садик замечательный. Ну, весной только все просыпается. Вот вестерия только-только начала расцветать. Видите? Очень красиво, когда она вся в цвету. Ну, потом, видите, мы открываем здесь зонтик, чтобы не сильно солнце палило. Потому что солнце здесь целый день в саду. Вот. У меня спрашивают мои друзья. А кто ухаживает? Как красиво! Кто тут убирает? Кто тут чистит, моет? Кто ухаживает за этой всей красотой? Так вот, мой друг и ухаживает. Это все он сделал. Вот это все, видите? Это все он купил, посадил и ухаживает. Подстригает здесь кусты. Вот, кстати, вот этот куст, он растет очень быстро. Этот куст заменяет забор, вы понимаете, да? И здесь тоже это забор между соседями. Там сзади его сосед. Вот. Так вот, эти кусты просто надо стричь каждый месяц. Вот в прошлом месяце он подстригал. Я ему помогала. В марте. И смотрите, сколько уже наросло новое листво. Вот так, если сбоку встать, видите? Нужно опять подстригать новые веточки. В общем, конечно, это очень кропотливый труд. Нужно за всем ухаживать. Вот здесь вот у нас наш друг Вильям стоит. Вильям наш друг Шекспир. Ту би ор нот туби. Вот так. Так, когда здесь начинают у него цвести розы, здесь очень много роз по стене плетутся. Еще сейчас не время, а когда начинают цвести здесь желтые розы. Очень красиво. Я даже вам найду и покажу осенний вид. Так что это все. Мой друг здесь убирает, подметает, чистит, поливает, подстригает. В общем, Ирина очень нравится ему заниматься своим садом. Вы знаете ведь, что англичане обожают садики свои, полисаднички. Но это даже не садик, это как бы патио такое, да? Видите? Вот здесь плитами уложен. Здесь у него пол. Этих плиток не было раньше. Была только вот эта красная дорожка из кирпичей. А вокруг была земля и как бы травка посажена, типа газончика. Но я думаю, что он правильно сделал, что он все это покрыл плиткой. И сделал патио более. Большая площадь теперь. Ну и потом, видите, он закупил контейнеры огромные. Большие, маленькие горшки разной величины, разного вида, квадратные. Вот это тоже в горшке растения. Потому что, ну видите, не посадить по-другому. И эти все тоже в горшках. А вот кустики растут из земли. Вот видите. Это здесь у него новая земля. Вот это все будем заниматься. И он попросил меня помочь. Кое-что посадить. Ну и еще, знаете, что интересно? Я все прошу его, чтобы он посадил побольше цветов. Я имею в виду цветущих растений. Вот здесь. Ну вот мужчины, они же такие. Ему нравятся просто кустарники. Он не любит цветы. Ну как не любит? Любит, конечно, но не в таком количестве, как я бы. Я бы здесь все усадила цветами. Помните, у меня такая герань королевская. Может быть, я ему показывала. Ему тоже очень, конечно, понравилось. Он говорит, ну я вот на стенку, может быть, повешу. Такие небольшие. С геранью твоей. Специальное кашпо. Не забудьте подписаться на канал, друзья. Поставить лайк. И смотрим дальше. А еще у него пристрастие. Вот он обожает вот именно такие растения. Видите? Вот у него один здесь. Вот у него два здесь по бокам. Вокруг. Дерево оливы. Видите? Справа и слева тоже стоят. Точно такие же. Я-то вообще-то подумала бы, что это, знаете, сорняк. Трава сорняк. Вот здесь еще другой тип. Этой травки. Вот. Еще ему нравятся вот эти туи. Ну, это не туи, наверное. Меня кто-то поправит, кто разбирается. Название именно этих растений. Вот. Здесь у него еще опять такая же. Видите? И другой цвет. Красивый. И опять эти туи. Тут их несколько разных видов. Авистерия, видите? Только-только начинает расцветать. А когда она набирает полностью цвет. Очень красиво. Она, в общем-то, уже такая взрослая. Особь. Видите? Вот там в углу видно ее корни. А вообще, вы знаете про это растение авистерию? Я вот узнала первый раз, что оказывается, вот это очень красивое растение, оно подавляет остальные. Это растение такое убийца. Называют еще его по-другому. Вот. Если оно где-то поселяется, оно начинает подавлять и выживать другие растения. Рядом с ним мало-мало кто может выжить. И даже здесь, в Англии, некоторых людей, таких, знаете, ядовитых людей, неприятных, называют вистериями. Ну и, конечно же, king of the garden. Это король его сада. Это вот это очень старое дерево оливы. Посмотрите, какой здесь у него живописный старый пенек. Ну, пенек этот, видите, обрезан, отпилен, и от него растут новые ветки. Вот я показала вам чудесный садик моего друга-англичанина, как я и обещала. Я надеюсь, друзья, что вы не забыли подписаться на канал, поставить лайк. И, конечно же, не забудьте написать комментарий, что вы думаете об этом и что бы вы хотели еще увидеть. А я, друзья, обещаю вам в скором времени показать полностью этот Эксборигарден, который у нас сейчас на экране. Просто райское место, уверяю вас, друзья. Поэтому, чтобы не пропустить, не забудьте также нажать на колокольчик, то есть подписаться на оповещения о новых видео на моем канале. А на этом, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Жду вас в моих следующих видео и на моих новых стримах, которые обязательно будут у нас опять. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok